рыбку мышкой Здравствуйте дорогие друзья Меня зовут Вадим Комиссаров и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line Сегодня в нашем обзоре представлена серия диповых воблеров Evoke Shed Выпускается эта линейка японской компании Debs В принципе модель можно назвать универсальной так как с ее помощью можно поймать как хищных так и условно мирных рыб Давайте поближе рассмотрим эти интересные приманки Судя по названию уже можно понять что перед нами Shed Тело широкое в передней части и сужающееся к хвосту С боков значительно сплюснутое По заявлению производителя эти небольшие воблеры имеют длину 55 мм и вес равный 7,8 грамма Степень плавучести небольшая положительная то есть эта приманка медленно всплывает к поверхности При оснащении тяжелым поводком ее можно сделать практически суспендером Спереди расположена округлая лопатка длиной 3 и шириной более 1,5 см При использовании тонкого шнура рабочий горизонт находится на глубинах до 2,5 м Благодаря длине и геометрии лопести приманка реже цепляется за подводные препятствия и донный мусор Здесь же расположена петелька для крепления поводка или лески Имеется большое разнообразие цветов в которые раскрашены эти приманки от естественных, имитирующих реальную рыбешку до фантазийных, призванных вызвать агрессию хищников Оснащается парой достаточно мощных и очень острых тройников от японской компании Риуджи Они легко просекают рыбу и надежно удерживают ее во время вываживания Для балансировки в головной части расположен трапециевидный груз Еще этот шед оснащен магнитной системой дальнего заброса Она состоит из сравнительно большого металлического шара который передвигается по внутреннему каналу При резком забросе он перемещается максимально близко к хвосту тем самым утяжеляя заднюю часть правильно ориентируя приманку в полете и увеличивая расстояние заброса После приводнения шарик занимает первоначальное положение и фиксируется магнитиком При работе этот дип практически бесшумен и можно ловить запрессованную и пассивную рыбу В качестве анимации для депс и вокшет можно использовать равномерную проводку или стоп-н-го При этом воблер будет активно сверкать боками, привлекая хищника Не помешают и паузы, кратковременные ускорения и легкие рывочки Наиболее частыми в уловах будут щука и окон но не исключены поклевки судака, жереха и даже крупного головля Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры не забудьте подписаться на наш канал А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Спилинг Лайн Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»